Выйти из СИЗО за 1 миллион. Адвокат Татьяны Антоновой, которая обвиняется в получении крупной взятки, предложил отпустить чиновницу под залог или отправить под домашний арест. Апелляцию рассмотрел Челябинский областной суд. Напомним, Антонова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как считает следствие, в 2016-2017 годах она могла получить от предпринимателя Михаила Азаматова больше 2 миллионов рублей за обеспечение контракта по строительству биатлонного стадиона в Златоусте. В деле есть еще один фигурант. Директор Челябобл-инвестстроя Алексей Абаемов. Он, как считает следствие, мог получить от этого же коммерсанта взятку в размере более 1 миллиона рублей. Абаемов тоже под арестом. А вот коммерсант внес полуторамиллионный залог и сейчас не за решеткой. Ранее тракторозаводский районный суд продлил на 3 месяца срок содержания под стражей Татьяне Антоновой. Ей грозит срок по статье получения взятки в особо крупном размере. С учетом занимаемой должности Антоновой, наличие у нее обширных связей в административном аппарате, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу. Я полагаю, что только указанные меры пресечения в виде заключения под стражу сможет обеспечить ему ближайшее поведение. И вот адвокат вновь просил изменить Антоновой меру пресечения на домашний арест или залог. Но суд решил иначе. В СИЗО чиновница пробудет до 1 сентября.